Хочу сказать, частично я уже услышал ответ на свой вопрос, это по внесению дополнения в лицензии сотовых операторов о обеспечении сотовой связью населенных пунктов, вы сказали, от 250 человек. Хотел вам предложить дополнить в лицензиях регионы Дальнего Востока, их надо как-то выделять, как делают в основном все остальные министры, потому что мы пытаемся развить совместными усилиями, что на Дальнем Востоке населенные пункты, ввиду их удаленности, отсутствия транспортной инструктуры, должны быть с количеством населения, допустим, 70 человек. У нас таких населенных пунктов без сотовой связи 24, причем прибыли у них хватает, когда они стоят в вышке, одна вышка стоит 3-5 миллионов, мы думаем, для них это не сильно накладно будет, может, в течение какого-то времени. Посмотрите, пожалуйста, этот вопрос. Второй вопрос – это поднятие заработной платы работникам почты, потому что, опять же, регионы Дальнего Востока, не только Амурская область, это огромные территории. У нас территория Тыдинского района больше, чем территория Владимирской области. И там несколько почтальонов, да, населения мало, но расстояния очень большие. Почту, точнее, почтальонам Дальнего Востока как-то надо зарплату, наверное, все-таки поднять. Спасибо. Спасибо большое. Краткий комментарий про сотовых операторов. На самом деле для них прямое обременение сегодня действует где-то от населенных пунктов от 2000 жителей, и даже это сегодня не выполняется. В населенные пункты 250 жителей мы протянем провод, волоконно-оптическую линию связи, которая действительно для каких-то сотовых операторов упростит развертывание инфраструктуры. Вы справедливо назвали цифру 3-5 миллионов рублей за создание вышки со всей инфраструктурой связи. Она в населенных пунктах даже менее тысячи человек не окупится никогда. Не то, что за 10 лет или за 50 лет, а просто практически никогда не окупится, потому что операционные затраты на функционирование и капитальные затраты не позволяют по такому принципу здесь идти. Но, как ни странно, здесь есть возможность увязать этот вопрос со вторым, ответ на первый вопрос, увязать с ответом на второй вопрос. Дело в том, что мы предполагаем использование и широкой сети отделений почтовой связи, которых у нас около 42 тысяч единиц в стране, для того, чтобы на их основе размещать маломощные передатчики сотовой связи уже без отдельной высокой мачты, а просто, скажем так, передатчик локального действия, который один-два населенных пункта вокруг будет покрывать. Когда дойдет оптика, то тогда можно будет разместить и там такое дополнительное оборудование. Поэтому здесь работаем, но экономику здесь не победить. Чудес не бывает, операторы не могут взять на себя такой объем дополнительных затрат. Мы никак их не поддерживаем из бюджета. Что касается заработной платы работников почты, системно занимаемся этим вопросом. Хочу отметить, что уже два раза нам удавалось это повышение заработной платы провести. В октябре прошлого года, 1 января по всей стране в стратегии Почты России предусмотрено повышение на 80% к 2018 году. Даже это повышение дается нам с большим трудом, потому что, опять же, эти деньги не берутся из воздуха. Хочу отдельно отметить, что Почта России сегодня не получает никаких мер поддержки со стороны государства. Ноль рублей, ноль копеек. Никаких субсидий ни на Крайний Север, ни на подписку, как вы знаете, это широко обсуждалось. Сегодня возможностей у федерального бюджета здесь таких нет, эти предложения не были поддержаны. Поэтому это предприятия, которые полностью находятся в режиме самоокупаемости и вынуждены работать там, где бизнес глубоко убыточен. С Почтой России все любят конкурировать в городах-миллионниках, но почему-то никто не конкурирует в тех самых амурских, в данном случае, селах, где есть 70 жителей. Нет там конкурентов, никто туда не идет. Поэтому здесь социальная миссия у Почты остается и, поверьте, в очень непростых экономических условиях мы постоянно идем на повышение заработной платы. Почта России – это второй крупнейший работодатель в стране, 350 тысяч сотрудников. Спасибо, Николай Анатольевич. Может быть, пакетами выставлять на конкурс, миллионник, подвязать туда, подцепить менее выгодные в экономическом смысле территории, как КГН. Берут, все формируют вместе, прибыль сплющивают с убытками, и все хорошо, Сальдо. Может быть, и выставлять на конкурс, чтобы не снимали сливки, а работали на страну, охватывали всю страну? На самом деле так и есть. Просто раньше все это было выставлено вообще без каких-то обременений. Вот мы сейчас их ввели, сейчас это постепенно начнет действовать, постепенно будем год за годом закручивать гайки. Но просто если где-то передавим, то мы вообще можем обанкротить те или иные компании, в этом смысле государственное регулирование должно быть очень аккуратным. Мы так и сделали, мы так и сделали эти обременения сейчас.